Добрый день, дорогие подписчики нашего канала! Сегодня мы решили поболтать и рассказать вам о тех успехах, которые достигли наши спортсмены за минувшие полгода. Мне кажется, очень важно в своей работе готовить и делать отчет, насколько она была успешной или провальной, в зависимости от того, кто как работал. И в течение последнего полгода наши ребята, наши спортсмены, команды Powerhouse Gym и команды Optimum Nutrition нашими объединенными усилиями готовились к различным стартам. Скажу честно, что задачи были перед спортсменами поставлены разные, но результаты были достаточно впечатляющими, поэтому мы хотим об них рассказать. Сегодня первым турниром, который был в нашем сезоне, официальным турниром, чемпионат УРФО, который прошел в Серове. Аркадий Величко, Саша Колясников и Артем Денянов выиграли свои категории. Катя Копырина отличилась с Елизаветой Мукминовой и Машей Кузьмина выиграли категории, различные категории. Абсолютными чемпионами стали Мукминовой Лиза и Саша Колясников. Причем Колясников стал чемпионом ожидаемой, но в довольно серьезной конкурентной борьбе с Аркадием Величко. Мне и судьи разделились. Скажу честно, что для меня лично это было очень приятно, что Аркадий смог продемонстрировать такой прогресс. И многие судьи отдали ей предпочтение Аркадию. Далее эта борьба между нашими спортсменами продолжилась на чемпионате России. Победителями своих категорий стали Будников Максим, Диен, Артем, Величко, Аркадий. Мы выиграли три золотые медали на чемпионате России в мужских категориях. Мы выиграли категорию Лиза Мукминова в фитнес-бикини. Наш Кузьмина стал призеркой. Радует, что отличился Паш Новиченко в юниорах. Значит, у нас есть перспективы на будущее. Мы выиграли три абсолютных первенства, чего никогда не было. Это мужское абсолютное первенство, первенство в фитнес-бикини и первенство в мэнс-физик. Новые номинации. Дима Петров, наш представитель Powerhouse Gym, выиграл свою категорию. Категорию ветеранов старше 50 лет выиграл Александр Ешанькин. Чему стоит поаплодировать. Такого успеха сборная Сверхозловской области никогда еще не занимала. Я думаю, что это во многом благодаря именно компании Optima Nutrition, которая выступила нашим генеральным партнером, доставила свое спортивное питание. И все те ребята, которые получали это спортивное питание, получили на грудь золотую медаль чемпионатов России. Хочется отдельно выделить и поблагодарить Александра Ешанькина. Он стал в этом сезоне десятикратным чемпионом мира. При этом продемонстрировал улучшение своей формы. То есть он был лучше своей жизни в форме на чемпионате мира. Прекрасную форму продемонстрировал на чемпионате России. Это, конечно, наш флагман. Собственно, самый авторитетный спортсмен, самый возрастной, но и при этом самый авторитетный. Спасибо ему огромное. Он продолжает тренировать людей на своих персональных тренировках по хаус-джиму и, соответственно, рекламирует тоже компанию Optima Nutrition. Огромная ему благодарность. Хочется поблагодарить Вадима Балмашева, тренера женской сборной, потому что Лиза Мухминова достигла совершенно великолепной формы. Все ее отметили на чемпионате России. И хочется сказать, что мы специально, осознанно не выводили наших девочек на международные турниры, не возили ни на Европу, ни на мир, сфокусировавшись на чемпионатах внутренних. Это не означает, что для нас нет ориентиров выступать на международных соревнованиях. Я думаю, что в следующем году уже Лиза начнет себя пробовать на международных соревнованиях. После того, как мы встретимся с всеми тренерами сборной, переговорим, выскажем свое мнение, подведем итоги, окончательно запланируем все и следующий сезон, когда будет понятен календарь, следующий чемпионат. Но уверен, что в следующем сезоне Лиза выйдет на международную сцену. Хочется выделить кубок чемпионов, где Саша Калясников продемонстрировал хорошую форму и стал вторым за Александром Слободенюком. Это было хорошее выступление. Саша Калясников выиграл кубок мэра Каменско-Уральского. К сожалению, нам не удалось пикануть два раза, и в пятницу он выглядел лучше, чем в воскресенье на чемпионате России. Но так тому и быть, в общем-то, мы рассчитывали, что он будет два дня выглядеть хорошо, и в пятницу, и в воскресенье. Но организм такая штука, что он избирательно подходит к тому, когда выглядит хорошо. Но и пик одновременно с этим нам удалось вывести ближе к турниру. Любительская Олимпия, которая проходила в Москве, минувшие выходные. Скажу честно, что для Саши Калясникова это была лучшая в его жизни форма. Форма была совершенно фееричная, очень хорошая. Многие специалисты подходили и отмечали это, и Александр Вишневский, и многие другие судьи, собственно, говорили о том, что Саша выглядел очень и очень достойно. Дима Голубочкин, тебе респект, респект. Очень был рад, собственно, встретить, как только спустился со сцены. Первый, который мне попался в объятия, голуба. Спасибо, рад был тебя видеть, спасибо за местные оценки. Мы старались, действительно, хорошо отработали в Москве. Ну и было приятно вернуться домой, повидаться со всеми москвичами. Олегу Макшанцу, спасибо большое за теплый прием. Хочется сказать, что Дианов продемонстрировал очень хороший прогресс. На турнир Олимпиума ставили задачи увеличить мышечную массу. Он в очень коротком промежутке времени. Он вышел с новым весом, в новой категории, 85 килограмм. Занял четвертое место, я считаю, что он не потерялся. Смотрелся при этом лучше даже, чем на России. Поэтому, видимо, мы тоже запланируем, когда следующий сезон... Я предположу, что он все-таки его пропустит и будет переходить в более тяжелую категорию. Но мы желаем Артему успехов, потому что он довольно много работает в клубе. Он фитнес-директор нашего фитнес-центра. Поэтому ему есть чем заниматься. В этом году мы не открывали новые клубы Powerhouse Gym в Екатеринбурге. Но зато мы открыли новый клуб в Казани. Привет, Саша Хайкин. Отлично, что у нас появилось новое представительство. Причем с таким грамотным и толковым тренером нам очень важно, чтобы наши директора и представители были спортивными. Дмитрий Шишкин, первый Матхолстонский. Привет, Дима. Привет, Саша. Желаю вам новых успехов в новом году. Знаю, что вы огромные фанаты бодибилдинга. И поэтому, собственно, работаем с вами в унисон. Готовимся к новому сезону. Хочу поблагодарить журнал «Геркулес». В минувшем сезоне мы выпустили аж 4 обложки. Это Аркадия Вилличко, Танюша Грехова, наша спортсменка. И, конечно, звездочка Лиза Мухминовна. Вот так выглядит прекрасно. Значит, Маша Кузьмина. Алексей, веселого, респект. Я считаю, что это блестящая работа. Это прекрасный журнал. Один из лидеров рынка публицистики. Также мы работаем с нашими друзьями «Железного мира». Пишет для «Масл Мэг». Но Геркулесов, редакционный совет, к которому мы входим, наш ближайший соратник и партнер. Поэтому будем продолжать работать в этом направлении. Спасибо тебе большое, Алексей, за содействие, за помощь. Спасибо, мы считаем, что ты один из лучших специалистов в этой области в России. И личная благодарность от меня Игорю Завьялову, владельцу компании «Оптим Нутришн Россия», Алексею Веселову, нашим партнерам. Ну и респект Антона Николаевича Геренко-Кацуба, который в минувшие выходные получил статус судей международной категории. Павел Филиборн лично вручил ему корочку. Соответственно, Антон теперь может судить чемпионаты Европы, чемпионаты мира. Ну, уверен, что мы будем двигаться дальше в перспективном направлении. Очень хотелось бы, чтобы наша команда присоединился. Не буду называть имя этого человека. Мы сейчас ведем активные переговоры профессионала Эй Би Би. Мы уже активно начали общаться с Powerhouse Gym в США. Активно начали общаться с представителями продивизиона. Провели хорошие переговоры с Робином Чангом. Провели хорошие переговоры с Ли Томпсоном. Начали разговоры с Powerhouse Gym в США, еще раз повторюсь. Начали разговоры о представительстве на Мистер Олимпе в США. Поэтому, если все у нас и произойдет, то открою вам секрет. И я надеюсь, что команда Powerhouse Gym присоединится к один из лучших российских профессионалов АйПи. И дай Бог, следите за каналом, подписывайтесь. Расскажу же также, что будем снимать, продолжать наши тренировки с нашими ведущими атлетами. И у нас в планах снять цикл передач, провести один день с чемпионами. Будем смотреть, как питается, как живет, как работает Александр Ешанькин, Александр Колясников. Я думаю, что заглянем к нашему президенту. Дома и посмотрим, как живет Николаевич Гиренко и Кацуба. Желаю вам приятных минут и спортивных успехов. С вами был Дмитрий Корнюхин, директор Powerhouse Gym и замы тренер сборной Свердловской области. До встречи.